Здравствуйте! Вчера поломался ноут, и привычный ритм жизни был нарушен. Образовалась некая пустота, и вот я достала с полки книгу, которая уже два месяца там лежит, взятая когда-то при случае библиотеки, к которой не доходили руки, что называется. Книга называется «Продавец грез. Автор Августа Кури. Бразилец. Перевод с португальского». Но вот даже никогда не думала, что художественная книга может меня так заинтересовать. Не могла вчера долго лечь спать, хотелось побольше прочитать. И вот сегодня утром дочитала книгу, и полна впечатлений. Хочу поделиться, что какие интересные, оказывается, есть современные книги, авторы и идеи. В книге о чем книга? Ну, трудно сказать о чем, потому что обо всем. О жизни, о любви, о равенстве, о свободе. В книге описаны все прелести нынешнего потребительского общества. Показана их, их гнилость. И я думаю, что, ну, как для меня была главная идея о том, что надо менять эту жизнь и меняться самим. Вот чем, собственно, и занимался главный герой этой книги, который называл себя «Продавцом грез». И что очень, конечно, приятно удивило, что люди, оказывается, давным-давно понимают гнилость нашей системы, нашего потребительского общества. Там это подробно рассказывается. Главный герой, он одинаково, равно разговаривает с бродягой, с пьяницей, с миллионером, с интеллектуалом. И, в общем-то, показывает им, что все они просто люди. Люди обыкновенные, в первую очередь. А люди очень часто об этом забывают. Они себя мнят там какими-то лесами важными, особенными. И просто теряются в этом, забывают, что они просто люди. И вот об этом именно напоминает людям. «Продавец грез». И, в общем-то, мне тоже он об этом напомнил. Что еще? Я думаю, тут очень хороший ответ на вопрос людям, которые очень часто спрашивают. А как же успешные люди, миллионеры, миллиардеры там, и просто успешные, как же они согласятся на созидательное общество? Ведь у них все есть. Зачем им созидательное общество? И вот одна из глав в конце книги как раз очень хорошо описывает состояние этих людей, которые торопятся мчаться в погоне за наживой, за статусом. И у них нет ни одного мгновения в жизни, чтобы расслабиться и подумать о себе и о самых близких людях. И я думаю, там прекрасный как раз ответ на этот вопрос. И понимание, что эти люди, когда разберутся, они, может быть, в первую очередь будут строителями созидательного общества. Потому что оно может быть им именно необходимо более, чем другим. В общем, радует, что люди со всей планеты думают о том, как изменить к лучшему наш мир. И снова же подчеркивается о том, что изменения приходят изнутри. Что не надо человеку ждать, что кто-то поможет, кто-то повлияет, кто-то прикажет. Что каждый человек может начинать строить себя и свой мир изнутри. Начиная с вопроса, с понимания, кто я. Очень хорошая книга для раздумий. Она наталкивает на интересные размышления, на раздумья. И помогает понаблюдать за собой и за окружающими. Спасибо. Строим созидательное общество. Ведь столько много людей на Земле мечтают, думают об этом. И нам, конечно же, пора всем объединиться и построить замечательное общество для всех. Спасибо. Спасибо.